Приветствую вас на канале VELTEX в школе механиков швейного производства. Я Кирилл Викторович Басманов, руководитель учебных курсов салон тюнинга. Сегодня мы рассмотрим устройство закрепочной машины, узлы и механизмы. Данное оборудование используется при изготовлении спортивного снаряжения, военного снаряжения, разгрузок, бронежилетов, подсумок для гранат. Данная машина изготавливает швы закрепочные. Здесь очень большое количество стежков и поэтому шов очень крепкий. Сейчас мы рассмотрим основные узлы и механизмы данного оборудования. Голова, рукавная часть, стол, консоль для ниток, электромотор, кнопка включения и выключения электромотора, педаль привода пуска машины. Данная машина оборудована механизмом шпули-намотчика. Он расположен здесь. Количество намотки нижней нити можно регулировать данным винтом. Регулировка натяжения нижней нити для намотки шпульки. Нитенаправитель, нитенаправитель, замасливатель верхней нити и отверстие для заправки силиконовой смазки, чтобы смазывать верхнюю нить. Тарелочки натяжения верхней нити, тарелочки натяжения верхней нити и компенсационная пружина, нитенаправители, нитепритягиватель, далее нити направителя, игловодитель, игла. В данной машине игла устанавливается лыской от оператора в сторону головы. Механизм прижимной лапки, подвижная игольная пластина, крышка челночного комплекта. Под крышкой расположен узел регулировки длины закрепки. Под данной крышкой есть регулировка обгонной муфты. Для этого следует снять данную крышку. Снимается она следующим образом. Следует ослабить данный винт и потянуть крышку, верхнюю часть, на себя. Мы видим механизм шкивов ременной передачи и регулировка времени срабатывания обгонной муфты. Здесь присутствует обводной ролик с регулировкой натяжения ремня. Если вы ослабите данный винт, у вас появляется возможность перемещения данного ролика вверх-вниз, тем самым увеличивая либо уменьшая натяжение ремня. Если вращать данную муфту, то в итоге вы увидите через данное отверстие регулировки перемещения данного узла. Данным узлом можно производить регулировку времени включения обгонной муфты. Данный механизм в этой машине реализован для того, чтобы при первых стежках скорость была медленная и плавная, а потом включалась вторая высокая скорость. Регулировка включения скоростей должна быть настроена таким образом, чтобы при холостом ходе данные две муфты не входили в зацепление, то есть вращались свободно. Если они будут входить в зацепление на холостом ходу, данное оборудование будет работать некорректно. Хочу отметить, что данное оборудование изготавливается двух типах. Полностью автоматическое, механическое и с электронным управлением. С электронным управлением данная машина будет преимуществом. Вы будете избавлены от сложных регулировок. Хочу отметить, что на регулировку данного узла у нас ушел целый день. Данная машина оборудована стопором-ручником. Заводом-изготовителем предусмотрены все установки. Изменять их не следует. Если вы хотите увеличить продолжительность работы данной машины, имеет смысл один раз в месяц смазывать подвижные части данного механизма. Регулировку натяжения приводных ремней также можно осуществлять данным узлом, ослабив контрагайку и перемещать электродвигатель с площадкой, тем самым увеличивая либо уменьшая натяжение ремней. Настройка швейного оборудования состоит из разных нюансов. На данной машине, чтобы у вас появилась возможность регулировки игловодителя по высоте, то есть его перемещать, либо настройки челночного комплекта по времени подхода. Для этого следует вам запустить машину, а после этого ее остановить. И в этом случае у вас появляется такая возможность. Для опуска машины вам следует нажать зеленую кнопку пуска машины, нажать на педаль привода и, когда машина запустится, после этого нажать красную кнопку Stop. Делается это так. Нажимаем на кнопку, включаем и выключаем. После этого у вас появляется возможность настройки игловодителя по высоте и настройки носика челнока по времени подхода к лыске иглы. Челночный комплект в данной машине расположен под этой крышкой. Чтобы его извлечь, следует открыть стопоры, извлечь обойму и челночный комплект вместе со шпульным колпачком. Челнок качающегося типа состоит из челнока, обоймы и толкателя челнока, который оборудован регулировкой времени подхода носика челнока к игле. Хочу отметить один важный момент. В начале рабочей смены имеет смысл посаживать одну капельку смазки в челночный комплект. Регулировка времени подхода носика челнока к игле производится следующим образом. Для этого следует ослабить винт под шестигранник и производить регулировку, вращая носик челнока либо вперед, либо назад, тем самым выставляя время подхода носика челнока к игле. Зазор между носиком челнока и иглой сбивается очень редко, но если вам потребуется такая регулировка, для этого следует подразобрать рукавную часть и там вы увидите упорные винты и можно колбу челночного комплекта перемещать вперед-назад, тем самым устанавливая зазор между иглой и носиком челнока. Данные регулировки и настройки требуются для того, если нижнюю нить рвет, пропуски в стежках либо ломает иглу. Хочу отметить, что регулировки, настройки челнока к игле следует производить после того, как вы убедились в правильных зазорах игловодителя к игольной пластине либо челночному комплекту. Также хочу отметить нюансы по заправке шпульки в шпульный колпачок. Шпульный колпачок устанавливается на палец челночного комплекта таким образом, чтобы нить и направитель зашел в паз челночного комплекта и после этого пальчиком нажать, чтобы произошел характерный щелчок. Регулировка игловодителя по высоте производится следующим образом. Для этого надо снять данную заглушку и мы увидим доступ к регулировочному винту. Следует ослабить данный винт игловодителя поводка и производить регулировку, либо выставляя зазор между острием иглы верхней мертвой точки и игольной пластиной, либо выставляя зазор между шпульным колпачком и острием иглы. Хочу отметить, что на тяжелых материалах имеет смысл делать регулировку следующим образом, чтобы острие иглы только-только подходило к шпульному колпачку, а на более тонких материалах, чтобы острие иглы заходило в шпульный колпачок буквально на один миллиметр. Также хочу отметить, что на данной машине можно менять тип иглы, например, с DP5 либо DP17, для чего это необходимо. Если при шитье у вас очень толстый заготовка и тип иглы DP5 входит по самую колбу в заготовку, можно ее заменить на тип иглы DP17, тем самым увеличив ширину изготавливаемой заготовки. Но после этого следует произвести регулировку игловодителя по высоте. Игловодитель движется вверх-вниз, а лапка и рамка движут заготовку влево и вправо с помощью копирного диска шаблона, который расположен внизу машины. Также в процессе участвуют нити-отводчик, который активирует также копирный диск, который расположен внизу машины. Под игольной пластиной расположены ножи для обрезки верхней и нижней нити. Данный узел оборудован подвижным и неподвижным ножом, который работает как ножницы. Здесь расположена регулировка положения ножа и при замене ножей регулировка не требуется, так как она установлена заводом-производителем. То есть вам следует повторить снять нож, поставить нож. Замена ножей производится путем откручивания винтов, снятия старых ножей и установки новых. Если же вы сбили настройки ножа, то вам потребуется настраивать нож таким образом, чтобы в конце закрепки нож подходил к нитке, захватывая нить, а потом подводил ее к неподвижному ножу для обрезки. В ноже есть отверстие, через которое входит игла с ниткой. После этого нож отводится, подхватывает нитку и после окончания пошива подводится к неподвижному ножу и режет нитки. При замене ножей следует снять игольную пластину. Данная машина является высокоскоростной, поэтому от трения игла нагревается и может случиться облом иглы. Для этого следует устанавливать защиту. Защита для оператора выглядит таким вот образом. Устанавливается с левой стороны машины и предохраняет оператора от осколков иглы. Сейчас я продемонстрирую вам заправку верхней нити. Для заправки верхней нити не обязательно каждый раз выдергивать нить из машины, а достаточно обрезать нить у бобины, привязать к ней хвост другой нитки и сделать протяжку и при этом проверять правильно ли заправленная нить. Делается это следующим образом. Обрезаем хвосты ниток, делаем петлю, завязываем узел и делаю протяжку и проверяю, правильно ли заправленная нить. Сначала нити направители, потом замасливатель нити, тарелочки натяжения верхней нити. Также этими тарелочками можно регулировать количество вытягивания нити при закрепке. Далее через тарелки натяжения, через компенсационную пружину, нити направители, нити притягиватель к игольному игловодителю и в иглу от оператора к машине. Регулировка верхней нити производится данным винтом. Этот процесс очень похож на регулировку прямострочной машины. При регулировке верхней нити имеет смысл данный винт подтянуть с разумным усилием и при настройке постепенно данный винт ослаблять, если заготовку стягивает. Если же верхняя нить снизу петляет, то наоборот данный винт крутить по часовой стрелке, тем самым дополнять натяжение. Также натяжение верхней нити можно регулировать данным нити направителем, то есть перемещая скобу влево-вправо, тем самым уменьшая либо увеличивая натяжение верхней нити. Регулировка натяжения нижней нити в шпульном колпачке производится следующим образом. Путем ослабления либо вкручивания данного винта, либо уменьшая либо увеличивая натяжение нити, чтобы при колебании за нитку шпульный колпачок по нитке опускался примерно на 2-3 сантиметра. Хочу отметить важный нюанс. Очень важно заправлять нижнюю нить в данный узел. Рассмотрим систему смазки данного оборудования. Данная машина требует ежедневной смазки в количестве 20 грамм. Заливка масла осуществляется через данное отверстие. Также здесь есть окно проверки верхнего накопителя масла и окно для смазки узлов и механизмов. Я хочу вам продемонстрировать масляную систему данной машины. Для этого мне потребуется снять верхнюю крышку и боковую. Чтобы снять верхнюю крышку, берем шлицевую отвертку и выкручиваем винты в количестве 5 штук. В данной крышке есть индикатор накопителя масла. Когда масла мало, данный индикатор красного цвета. Когда норма, он становится прозрачным. Сняв верхнюю крышку, мы видим накопитель масла в виде фетрового картриджа и систему смазки в виде пластиковых трубок с фитилями, по которым идет подача масла к узлам и механизмам данной машины. Также имеет смысл раз в месяц капельным способом смазывать все движущиеся части данной машины. При долгом простое данного оборудования имеет смысл самостоятельно вручную прокапать фетровые узлы и метровые фитили на данной машине. При заправке накопителя маслом, масло растекается по фитилям к движущимся частям машины и при работе стекает поддон. Чтобы откинуть голову машины от стола и иметь доступ к поддону, для этого следует нажать данный рычаг и потянуть голову машины на себя. Данный узел фиксирует голову машины в сервисном положении. Чтобы вернуть голову в рабочее положение следует поднять данный рычаг и произвести установку головы в рабочее состояние. Данная машина оборудована масляным поддоном. Сюда стекает отработанное масло. Также здесь есть винт слива отработанного масла. А также здесь открыт доступ к копирному диску. Заводом и изготовителем установлены необходимые настройки. Ради любопытства трогать данные настройки, то есть крутить эти винты, не советую, так как вы собьете установки завода изготовителем. Хочу отметить, что ослабляя данные винты и переставляя их по овальной прорези, вы можете изменять время работы копирного диска. Если вы хотите делать такие закрепки, для этого вам потребуется оборудование с компьютерной программой и шаговыми двигателями, которые проще в работе и обслуживании. На более современных машинах накопитель масла устанавливается отдельно, большего объема. Сейчас я вам продемонстрирую работу нити-отводчика. Для этого нам надо включить машину и включить педаль привода. Включаю машину, нажимаю один раз на педаль, лапка опускается автоматически, нити-отводчик отводит нить. Второй раз нажимаю, машина отработает цикл изготовления закрепки. При этом обратите внимание, что при пуске машины, машина сначала запускается медленно, а потом включается более быстрая скорость. Нити-отводчик требуется для того, чтобы при следующем пуске машины нить не выскакивала из иглы. Сейчас я продемонстрирую, как делается регулировка нити-отводчика. В устанавливаем иглу верхнюю мертвую точку. Настройка нити-отводчика в кегле должна производиться следующим образом. Должен быть зазор между иглой и лапкой примерно 8 миллиметров с одной и с другой стороны. Чтобы проверить настройку нити-отводчика, следует включить машину, запустить и выключить. После этого появляется возможность перемещения данного узла. Настройка производится следующим образом. Для этого надо ослабить данный винт и перемещать данный узел либо вверх, либо вниз, чтобы был достаточный зазор между иглой и прижимной лапкой. Если нити-отводчик выбирает очень много верхней нити, то можно добавить дополнительное натяжение на данных тарелочках и в этом случае нити-отводчик будет выбирать меньшее количество нити. Также хочу отметить, что при остановке машины данные тарелочки раскрываются и данная регулировка натяжения, она как раз влияет на количество выбираемой нити нити-отводчиком. Подъем лапки в данной машине производится через муфту и обгонную муфту. В этом процессе также участвует копирный диск, в котором установлены настройки заводом производителя. Для этого следует запустить машину, нажать один раз на педаль и сработает копирный диск. После нажатия на педаль опускается лапка вниз. Отпускаю, идет вверх. Регулировка давления прижима лапки на материал в данной машине не регулируется. За это отвечают данный узел с пружинами, установленные заводом-изготовителем. Чтобы выставить высоту данных лапок, левой и правой, следует ослабить данные винты и производить регулировку путем перемещения данного рычага вперед-назад. Такая же регулировка расположена с другой стороны машины, в данном случае для правой лапки. Хочу отметить, что перепад между левой и правой лапкой примерно в полмиллиметра не является существенным. При смене лапки на более больший размер, возможно, вам потребуются следующие регулировки. Вам потребуется регулировка игольной пластины данным винтом и регулировка узла лапки данным винтом. Регулировка высоты подъема лапки производится для различных задач, для различных заготовок по толщине. Данная регулировка производится таким образом, чтобы при подъеме лапки она не была выше острия иглы. Ослабив данный винт, у вас появляется возможность перемещения лапки по высоте вверх или вниз. После настройки данный винт следует затянуть. Для настройки лапки по высоте вам потребуется сначала запустить машину, нажать на педаль привода, а потом выключить. Таким образом, чтобы у вас появилась возможность перемещения игловодителя в верхнюю мертвую точку и под нее настраивать высоту подъема лапки. Регулировка длины закрепки производится следующим образом. С правой стороны от оператора открываем данный люк и видим шкалу с регулировкой. Для настройки длины закрепки следует ослабить данную гайку и перемещать рычаг, либо уменьшая, либо увеличивая длину закрепки. После настройки данную гайку следует затянуть. С левой стороны машины от оператора расположены заглушки для монтажа и фиксации узлов и механизмов, а также регулировка ширины закрепки. Для регулировки ширины закрепки следует открыть данную крышку, ослабить данную гайку и произвести регулировку путем перемещения данного рычага. После настройки данную гайку следует затянуть. Наверняка вы заметили, что в шкалу регулировки вкручен винт. Данную настройку по ширине стежка можно увеличить, но для этого вам потребуется заменить установочный комплект лапки. При изменении заводских регулировок снятия винта вам потребуется синхронизация движения иглы и игольной пластины. Для этого вам потребуются настройки в копирном диске. При изменении ширины закрепки настройка натяжения верхней нити вам не потребуется, но возможно она потребуется при изменении толщины заготовки. Намотка нитки на шпульку производится следующим образом. Для этого следует заправить нить с бобины в данной тарелочке, вывести нить на шпульку, намотать ее вручную, установить на данный палец, возвести шпуль и намотчик. Кстати, здесь расположен винт регулировки количества намотки нити и после этого запустить машину. Включаем машину. Происходит намотка. Регулировка сцепления между шкивами. Данный узел должен быть настроен, чтобы на холостом ходу шкивы не зацеплялись друг на друга. В данном узле можно увеличивать или уменьшать сцепление шкивов за счет поджима рычагом через данный узел. При включенном оборудовании детали муфты не вращаются, а при нажатии на педаль привода происходит синхронное зацепление. Далее происходит передача на челнок игловодитель рамку игольной пластины при участии копирного диска. Давайте приступим к пошиву. Берем заготовку, в данном случае это стропа, включаем машину, устанавливаем заготовку, нажимаем один раз на педаль и запускаем. Видим, что получилось довольно-таки качественная закрепка. Вы были на канале VELTEX в школе механиков швейного производства. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть видео первым и обучиться. Всего хорошего!